здравствуйте друзья 16 декабря зима есть о чем поговорить мне прислали письмо вот это письмо очень нужны для понимания того что я пропагандирую косвенно но очень пригодилась лично мне обносит и тем кто меня понимает и так здесь у нас вот это вот фильм он начинается вот так вот он не наш фильм я даже не знаю какой стране а может даже япония а японское восстановление гумуса по японским традициям мы про это говорить не будем просто здесь есть вещи которые нам очень нужны вот сейчас у меня поймете итак человек рассказывает о том что почва чем богаче тем больше в ней бактерий и наоборот чем больше бактерий тем богаче почва и сейчас внимание я включу запись и вы поймете что тема как ее назвать к соседству ед вторая тема это скелет дерева это его целостность это то что я пропагандирую считаю что громадная ошибка случилось когда решили что у деревьев сильно много веток глупейшая если вот так якобы сильно много веток уже здесь понимаете мою иронию и вот тоже уже сразу понимаете о чем речь пойдет вот но вы доказательства одно из них внимание надеюсь скучно не будет что черт возьми происходит внутри этой природной среды растение поглощает к 2 из воздуха в процессе так я буду устанавливать и комментировать потому что я хочу чтобы это работало я один на всей планете который считает что у дерева нет ни одного ли все ветки даже ни одного ли всего листика вот это основа основа современной агротехники садоводства должно быть но нет я вот это сейчас подведу это учитывая что у дерева еще есть и корни и все это единая цельная система о чем уничтожая огромное количество веток никто не догадывается и так она сказала КОО2 ну понимаете переводчица она даже не знает ну как в нашем сланге это СО2 углекислый газ и так поглощается углекислый газ надеюсь что вам не будет скучно главный вывод к которому мы придем поехали так поглощение СО2 углерод превращается в сахара и другие углеродные соединения и выделяется через корни начинаем понимать дальше процесс мы продолжим но вы понимаете что на данный момент у этого дерева максимальное количество листьев нарисовано никто не собирается один листочек вот чуть-чуть вернусь вот никто не собирается один листочек склачивает сильно много как принято в современном садоводстве страшная изверская звериная глупая система в дерево много веток убираем и называется около десяти веток по принадлежности которых я не сомневаюсь в пользу а они считают что это все не нужно но тогда получается что меньше сюда поступит СО2 я сейчас вижу вы согласны с этим вот уже от этого будем плясать углерод превращается в сахара и другие углеродные соединения и выделяется через коп а если в два раза меньше у искалеченного дерева некоторые из этих соединений служат пищей для микроорганизмов эти микроорганизмы расщепляют органические вещества в почве облегчая растениям усвоение питательных веществ выделение этих микробов а также отходы жизнедеятельности маленьких существ таких как дождевые черви действуют как клей удерживающий почву вместе или агрегированной в агрегированной почве есть пространство которые пропускают воздух и воду эти пространства также создают пространство для роста корней вы заметили что в нашей терминологии есть в нашей что ты сказал советской я могу сказать советской есть такой термин называется гранулированная почва а теперь еще раз долблю и долблю а если листьев на одну треть меньше а подумали об этом таким образом чем больше процветает экосистема в почве тем лучше состояние почвы и тем выше количество углерода в почве еще раз кто создает фотосинтез фотосинтез мы уже поняли максимальное количество листьев и на свою так вот это я и хотел сказать но так как мы только начали на этом заканчивать я не собираюсь и так мы с вами в моем компьютере и так мы с вами двигаемся дальше это мой архив уникальный архив это публикация СМИ страшная вещь страшная вы понимаете чему я клоню вы уже поняли максимальное количество листьев каждый лист дорог от этого зависит жизнь подземная максимальное усвоение углекислого газа и получение максимальное количество углерода а здесь что это тихий ужас для того чтобы создать такие формы надо калечить 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 и что интересно дерево это заболевает на него набрасывается пиля на него набрасывается ослабленный иммунитет мороз жуки эти самые гусеницы все против него и главное было бы смысл ради вот этой бессмысленной красоты глупой размноженной в трех миллионах экземпляров предлагается часть деревьев часть веток уничтожать представляете вот ну не глупо вот это нижний снимок но идиотский снимок вот вот этот штамп я называю стеркешно мороки вот и все это главное вот этот японский фильм он поясняет что такое фотосинтез как происходит взаимозаменяемость как дерево кормит почву кормит червей кормит бактерии а наоборот получает от этого питательное счет но нельзя вы понимаете да мои книги не котируются если взять книги которые три я уже сделал вот они да вот это всего четыре тысячи экземпляров на всю планету несколько книг уехало за границу поэтому я говорю на всю планету вот этот идиотизм когда журнал распространяет страшные вещи осеннюю обрезку осеннюю посадку на дереве гигантское количество отрезанных веток какой к черту фотосинтез кто кормить будет дерево а как дерево теперь когда оно потеряло 90 процентов кроны как оно будет кормить почву это процесс взаимный это единое целое дерево и почва знаете когда посреди голову поля где почти нет сервей вот где очень плохая почва и вдруг каким-то чудом укоренилось деревце вот может быть да нет надо будет сейчас ладно это и так просто делается вот я сейчас наберу кота кота по где ну о е ле 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 а вдруг че получил вот это много дерева в поле вот и не понимаете ребята вот и знаете что происходит появляется крона а крона это крыша И под этой крышей закипает жизнь Здесь преобразуется все Удалось Вы знаете об этом? Мы проклинаем глинистую почву Когда оно удалось укорениться на глинистой почве Через 5-10 лет нету там глины Там такая же гранулированная земля Опять повторить, показать Как красиво показали на этом фильме Но это фильм японский А наши эти, как говорят Странные советчики Это все проходит Вот смотрите Вот сюда идем Все это проходит Где? Ладно, вот это вот Какой-то идиот Вот это вот Вот такие 20 тысяч экземпляров Журнал Я их называю бульварная литература Но есть еще и наука И эта наука страшная, смертельная Представляете? Вот эти вот люди странные Это федеральный телеканал Вот Последние лета Сядет саженец Без всяких этих Фу Смотреть противно Вот Вот это Белоруссия Разве это саженец? Это калека Это калека Бельмурштамба Вот это придумали Отрезая Или не давая То есть Само собой Отрезая Или не давая Дереву давать Максимальное количество Фотосинтеза Вот Ну-ка Что это такое? Это уже успели присвоить мою фотографию Поздравляю Подайте мне удалось сделать это чудо И я отвлекся Из академика Это действительно чудо Ничего Уже Фотография На чужом сайте Это моя фотография Вот С кем бы поспорить На ящик калеку Если кто-то сомневается Что это чудо Я проведел Собственно Рыжка Ну вот эти Ну-ка Вот Это опять чужой сайт Это советы дают А когда Вот это мою фотографию Присвоили Мозгов то нет Что Вот это фирма Линейка Одна на всей планете Выдаёт принадлежность Аптора Вот Это всё мошенничество Но это я не мог пройти мимо Мне страшно Потому что происходит в стране А искал я что? Искаю Знаете что я искаю? Я искаю Ещё раз покажу Эту добанную Схему Обрезок Где 9 видов Это всё против нас Против страны Вот Ну какой Чёртов Фотосинтез Я даже Ладно Я не буду дальше Там Хотел показать схему Которую Также из интернета Присвоила себе Сайт Темирезовской академии А потом Темирезовские Эти Выходцы Как назвать-то? Выпускницы Выходцы Из Темирезовской академии Столько Это Вреда Приносит Продолжает Пропагандировать Вот это вот Вот эти страшные вещи Посмотрите на эти раны Внимательно Вот раны Вот раны Страшные Раны На кольцо Почему? Это всё смертельно Это всё опасно Сколько красноты Посмотрите Сколько они калечены За что? Вот если вы хоть Понять За что? Они калечат дерево Лишают иммунитета Дерево болеют Убирают Миллионами Но наша Тема более узкая Прямо сейчас О чём она? О том Что вот это всё Веток больше не будет Листьев не будет Как они будут Почву кормить? Откуда плодородие? Вот на этом Я и это Самое Как Обзову этот короткий фильм Вроде бы как Связь между Количеством лиц И плодородием почвы Так наверное И дальше буду Воевать 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 Тут ещё такие Вот если смотреть Да Вот эти советы Попутные Это Снять кору Древесинно Узком кольцом Представляете? За что? Вот так вот Издеваться Знаете Когда Меня всегда удивляет Да Сама обрезка На кольцо Но если у вас Есть пальцы Если вы Советник Этот самый Чуть не вымытирился Уже хочется Крыть матом Ну и наверное Вы выбираете Вот попали в руки Палачу Который Вам пытается Чтобы вы Все секреты Рассказали Вот Поймали вас Партизаны И вот он Говорит Вдруг Милочка Вам Пол пальца Отрезать Или целый Палец Или Отрезать руку До запястья Вы говорите Нет У меня Отрезать Прямо Все Плечо Все Полностью До плеча А Так Нет Или все Таки Одну Фалангу Пальца Что В общем-то Несмертельное Можно Пережить А что Вы деревья Так Калечите Все На этом Я заканчиваю Друзья Итак Я пытался Доказать Что Есть прямая Связь Между Количеством Листьев Площадь Лися И Плодородием Почвы До свидания